Добрый вечер. События дня вам представят корреспонденты информационной программы «Я. Новости». И мы, Ирина Соболева и Владимир Шатилов. Коротко о главных темах. Новое назначение в Ярославском управлении МВД сменился руководитель. Прощай, СССР. Советский паспорт уходит в прошлое. Завтра в Ярославской области стартует отопительный сезон. Об этом сообщает региональный департамент ЖКХ. Первыми тепло почувствуют воспитанники детских садов и пациенты больниц. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменены около 40 километров ветхих и аварийных сетей. Готовятся к вводу в эксплуатацию четыре новые котельные в Даниловском и Борисоглебском районах. Жилищный фонд, а это почти 23 миллиона квадратных метров, подключат к теплу, когда устойчивая среднесуточная температура за окном опустится ниже плюс 8 градусов. На должность начальника управления МВД по городу Ярославлю назначен полковник полиции Алексей Круглов. Последние полтора года он занимал пост начальника управления уголовного розыска у МВД по Ярославской области. За время службы Алексей Витальевич был неоднократно отмечен различными наградами и знаком за отличную службу в МВД. Но в руководитель обозначил ближайшие задачи. Первая задача это сохранить все, что было наработано хорошее. Ну и вторая задача это улучшить эту работу, добиться все-таки более, может не более, а высоких результатов, обеспечить охрану общественного порядка, обеспечить раскрытие преступлений, профилактику преступлений на территории города Ярославля. Два судна столкнулись в субботу на Волге в Некрасовском районе у населенного пункта Диево-Градище. В результате столкновения у нефтеналивного судна Окский-8, перевозившего более 500 тонн дизельного топлива, повреждена носовая часть правого борта. Разлива топлива и угрозы затопления не было, пострадавших также нет. По данному факту Следственный комитет проведет проверку. И еще об одном происшествии. Вечером 21 сентября в Даниловском районе на железнодорожной станции Уткино произошла утечка Леграина. Жидкий нефтепродукт используется в производстве бензина. Сразу после того, как в цистерне одного из составов была обнаружена течь, обходчики путей вызвали сотрудников МЧС, которые незамедлительно прибыли на место происшествия. На время устранения последствий были остановлены три проходящих поезда. В данный момент движение осуществляется в штатном режиме. Объем вытекшей жидкости составил два кубических метра. Точность разлива – 9 квадратных метров. Расстояние до ближайших домов составило более 300 метров. В 12 часов 5 минут течь была устранена. Сотрудники МЧС затянули клапан. Был произведен смыв вытекшей жидкости на месте разлива и сделана пенная подушка. Угрозы жизни населения и окружающей среды не допущены. Карты, деньги, два стола. В минувшие выходные сотрудники уголовного розыска обнаружили сразу два зала игровых автоматов. Подпольные казино находились в разных районах города и не были связаны между собой. Сейчас сотрудники полиции разыскивают собственников одноруких бандитов, а по факту незаконной игровой деятельности возбуждено уголовное дело. С Менделеева сотрудники полиции обнаружили и изъяли три системных блока от персональных компьютеров и в помещении спортбара на улице Чкалова. Также осуществлялась игровая деятельность с помощью сети интернет. Там было изъято 8 системных блоков компьютера. У ФМС России по Ярославской области напоминает, что в настоящее время готовятся поправки в закон об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации. Отныне советские паспорта окончательно уйдут в прошлое. Сразу после вступления поправок устаревший документ станет недействительным. И чтобы избежать неудобств гражданам России, имеющим паспорт советского образца, рекомендуется сменить его на современный. Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые не заменили еще СССРовские паспорта, а это в основном те, кто по религиозным соображениям не меняют паспорта, а также люди девиантного поведения, также живут у нас по старым паспортам. Пожалуйста, обращайтесь в структурные подразделения и меняйте свои СССРовские паспорта. За отличное учебу денежное вознаграждение. Рыбинские старшеклассники в этом году будут получать стипендию. Ежегодно конкурсная комиссия станет выбирать из нескольких десятков школьников 15 наиболее достойных. Ежемесячное пощадание за учебу на одни пятерки составит 1200 рублей. Работает специально конкурсная комиссия в департаменте образования. Работая со своими учениками, с родителями, подают конкурсный документ. И по количеству баллов дальше выстраивается рейтинг. И из всех подавших составляется список, так скажем, тех 15, которые попадают под постановление главы о выделении стипендии, о награждении. Проект «Ликвидация цифрового неравенства» стал победителем всероссийского конкурса «Информационные технологии для старшего поколения». Программу обучения компьютерной грамотности разработали в департаменте информатизации связи. Ликвидация цифрового неравенства предусматривает освоение информационных технологий для пенсионеров во всех районах области. Сертификаты электронного гражданина получили уже несколько тысяч жителей. По результатам конкурса проект будет направлен в администрацию президента для рекомендации Министерства труда и занятости России. Эти люди остаются в социальных сетях, в социальных группах. Они постоянно как-то обновляют свои знания, им постоянно помогают консультанты и так далее. И вот эта вот фаза поддержки после завершения, она, собственно, и получила признание на всероссийском конкурсе. Пришло время рекламы. К новостям дня вернемся буквально через пару минут. И далее в программе. Откровение знаменитостей. Кирилл Серебренников встретился с ярославскими ценителями театра. Долгожданные победы. Ярославский локомотив наконец-то начал выигрывать. Кросс-нации. Всероссийский день бега ярославцы отметили по-своему. КОНЕЦ Ольвия Авдемина. Звездный состав Comedy Club Москва. Телефон 239-684. Окна от компании Ольвия достойные вашего внимания. Окна Ольвия. Телефон 208-209. Чтобы был малыш здоровым, был воспитан, образован, развивайтесь вместе с нами. Приносите радость маме. Центр раннего развития «Почемучка». Раскрой талант. Детский фестиваль «Вернисажа». Пройди кастинги, стань финалистом и борись за главный приз. Финал фестиваля 26 октября. Подробности в ТРК «Ярославский вернисаж». Приглашаем на выставку. Дни культуры и торговли Индии. Тысячи наименований товара ждут вас с 21 по 29 сентября по адресу. Проспект Ленина, 2А. Центрый. Вход бесплатный. Встречайтесь! 14 сентября в Ярославле. Золотой цирк Юрия Никулина. Вашему вниманию знаменитый аттракцион с тиграми Карины и Артура Богдасаровых. Новая кровать. Просто и с удовольствием. Весь сентябрь в салонах мебели ДМА Дядькова. Скидка на кровати 25%. ДМА Дядькова. Дизайн моей жизни. Сеть магазинов тканей и швейной фурнитуры «Нотель». Ваш секрет яркого образа. Ждем вас в наших магазинах. Телефон 302726. Швейный мир на Первомайской. Это удобное расположение в центре города. 11 лет успешной работы. Качество, стабильность и высокий уровень сервиса. «Швейный мир» на Первомайской 39 дробь 10. Мультиварка «Хоттер». Готовьте без ограничений. Настраивайте программы под ваши рецепты. Комплект с двумя чашами всего за 4990 рублей. Почувствуйте разницу. 770-771. Мастерская «Ника». Комплект из карельского гранита с установкой за 10,5 тысяч рублей. Окна Яна из профиля нового поколения. Нам доверяют 8 лет. Одежда и обувь для всей семьи. Кош-галантерея, постельные принадлежности и многое другое. Магазин «Вегас». Науридского 7А. Территория низких цен. Ребята из детского дома номер один побывали на представлении цирка Никулина. Напомним, на прошлой неделе они получили билеты в цирк от телеканала Я-24. В ответ на подарок дети подготовили сюрприз. Чего ждали воспитанники от представления и что больше всего им понравилось, узнал корреспондент телеканала Я-24. Мы знаем, что вы, как и все дети, любите животных. Это так? Да. И телеканал Я-24 дарит вам билеты в наш Ярославский цирк. Спасибо. И мы вам дарим вот такой вот чайный домик, чтобы вы дарили все вместе чай с телеканалом. Чтобы вы нас вспоминали. Ребята из детского дома номер один очень ждали гостей. И прибежав после школы, сразу же напекли вафель для чаепития. Мы водичку налили, а потом муку положили, у нас не получилось. Потом еще муки, потом еще... Директор призналась, что дети давно хотели сходить в цирк, посмотреть на любимых зверей. Спасибо вам за то, что купили нам в цирк билеты. Конечно, радостно, что в цирк мы вообще любим животных. Я люблю всех больше тигра. Почему? Они там будут. И льва, и дельфинов. У него это такая гриба красивая. Однако ребята были бы не прочь завести и своих домашних питомцев. Мечтам хотелось, да. Кого? Котенка Манникова. Просто такие ласковые, пушистые. Собачка. Команная с небыконом, она всех лает, а гудок, если что, зачем ей будет. И вот в выходные ребята наконец-то отправились в цирк. Там их ждали воздушные гимнасты, клоуны и, конечно же, четвероногие крылатые артисты. Еноты, экзотические птицы и огромные уссурийские тигры. Дети-воспитатели остались довольны. Животные особенно понравились. Тигры. Клоуны. Тигры, акробаты, клоуны, мыльные пузыри стоят. Клоуны. А почему? В белых костюмах, под куполом неба, да, прямо вот под куполом цирка, да? Спасибо! Ксения Рулева, Денис Лосев, Сергей Мазилов. Я. Новости. В Ярославле продолжается 14-й международный Волковский фестиваль. Сегодня в Театре драмы имени Федора Волкова прошла творческая встреча артистов и студентов Театрального института с одним из самых скандальных режиссеров современности Кириллом Серебренниковым. Руководитель Гоголь-центра делился секретами мастерства и творческими планами и размышлял о современном и актуальном театре. Смотрите подробный обзор сегодняшнего дня фестиваля завтра в 20.30 на телеканале Е24 в программе «Дневник фестиваля». Ставший уже традиционным кросс-нацией прошел в минувшее воскресенье в Сосновом Бару на Среднем поселке. В Ярославле спортивное мероприятие проводится уже в девятый раз. Вместе с Ярославлем побежала и вся Россия. Участие в пробеге приняли тысячи человек из 80 регионов России. Спортивную обстановку в нашем городе оценила Ксения Рулева. Кросс-нация – это одно из самых массовых спортивных мероприятий в нашей стране. Бежит вся Россия. Только в Ярославле заявлено более двух тысяч участников. Бегут все – взрослые, дети, военные, любители, спортсмены и многие другие. И это несмотря на очень плохое. Кажется, что не бегут сегодня только журналисты и лентяи. Погода на самом деле ужасная. Но все пришли, все бегают, все замечательно. У всех замечательное настроение. Я думаю, все будет хорошо. Я позволю вам видеть машину, чтобы вы не понимаете, что вы все это красиво. На старт! Бегом, 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 бегом. Итак, молодцы ребятишки. Дистанция у них 2 километра. Давай, давай, давай. Приветствую победителя за Вега-Сбор. Я занимаюсь пучками на батуче. За 15 человек. Нормальные тренировки. Закончили дистанцию. Ну, я думаю, что самая юная наша участница еще на дистанции. У нас сейчас на дистанции самые юные участники. Ксихотова Вера и Руссов Егоров. Бегом, 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 бегом. Три года вот в сентябре исполнилось. Второй год участвуем, привозим команду. И заодно выступает и сын у меня. Замечательный пробег был. 2 километра самая такая уникальная. Хорошая дистанция. Отлично для здоровья, в лесу пробежаться. Это замечательно. Я довольна собой. Были старшеки 1994 года и очень было сложно. Нормально. Лужи небольшие, так что нормально. Было место, где бежать. Узнать, как я хуже становлюсь или лучше. В основном стабильно у меня на одном уровне получается. Вы сами видели сегодня участники и в 5 лет, и в 3 года бежали, и в 10 лет, чтобы они видели, что все-таки преимущество здорового образа жизни, это, в общем-то, я думаю, что налицо. Ярославский «Локомотив» уверенно переиграл «Минское Динамо». После смены главного тренера железнодорожники под руководством Петра Воробьева одержали уже вторую победу подряд. Подробности у спортивного обозревателя Дениса Муравьева. Начало первого отрезка встречи прошло с преимуществом ярославцев, и уже на четвертой минуте железнодорожники открыли счет. Отличился Штефан Кронвелл. Шанс реабилитироваться хоккеисты «Динамо» получили в концовке периода, но реализовать численное преимущество им не удалось. Если вот так же будем стараться, как сейчас, в первом периоде, то, я думаю, результат будет. Вы немножко посерьезнее выглядите, чем «Динамо», но мне бы хотелось, чтобы, конечно, наши тоже понадобили. И «Динамовцы» забили. Во втором периоде, после неразберихи на пятачке ярославцев, Алексей Калюжный буквально втолкнул шайбу в ворота железнодорожников. В свою очередь хоккеисты «Локомотива» ответили двумя заброшенными шайбами. В третьей 20-ти минутке Данил Апальков окончательно снял вопрос о победителе. В результате 4-1 и первая в этом сезоне «Ярославская волна». Долгожданная победа, полнокровная. И, конечно, ребята, я думаю, что полыгры еще были под таким впечатлением. И настороженность была большая. Для нас это была сложная игра, и у нас череда поражений, поэтому понятно, что пропадает уверенность. Тем более много ребят, которые впервые играют на этом уровне. После победы над «Минчанами» ярославцы поднялись на восьмую строчку в западной конференции, имея в своем активе 10 очков. Следующим соперником железнодорожников станет «Торпеда». Игра пройдет в Нижнем Новгороде 27 сентября. Денис Муравьев, Сергей Мазилов, ЯНовости. События минувшей субботы можно по праву считать историческим для Ярославля. На стадионе «Славнефть» впервые состоялся матч по американскому футболу. В непримиримой борьбе сошлись опытные московские драконы и дебютанты этого вида спорта – местные бунтари. Как по расписанию, вместе со свистком в начале матча палил сильный дождь. Игроки буквально скользили по полю. Не обошлось и без травмы в составе ярославской команды. В итоге опыт одержал верх над энтузиазмом. Окончательный счет матча 2-16 в пользу драконов. Ярослав Кушенник потерпел поражение в Уфе. В первом тайме командам не удалось открыть счет. Футболистов обоих клубов подвела плохая реализация голевых моментов. Основные события матча развернулись во второй 45-минутке. После удара Игоря Горбатенко первым на добивание оказался нападающий ярославцев Артур Малаян. Поразивший пустые ворота соперника. Но удержать победный счет черно-синие не смогли. Дважды пропустив в конце встречи. В итоге 2-1. После поражения Шинник опустился на седьмую строчку в турнирной таблице. Следующую игру наши футболисты проведут дома с Назрановским Ангуштом 1 октября. Игра, которая как минимум с нашей стороны, я еще раз говорю, по уровню организации и содержанию была ничейной, нами проиграна. Обидно, но пока мы учимся на своих ошибках. О погоде на завтра расскажет Сергей Гребушков. А мы Ирина Соболева и Владимир Шатилов прощаемся с вами. Всего доброго. И до встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Натана». Классические костюмы для мужчин и женщин от компании «Натана». Это модно и стильно. Ждем вас в торговых центрах «Гигант», «Флагман», «Лабиринт». Специальные предложения корпоративным клиентам. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – Московский цирк Никулина. Встречайтесь! 14 сентября в Ярославле «Золотой цирк Юрия Никулина». Вашему вниманию знаменитый аттракцион с тиграми Кариной и Артуром Агдасаровых, а также лучший номерозвезд российского цирка. О погоде в Центральной России. В Москве, Владимире и Твери пасмурно, до 9 тепла, возможны дожди. В Костроме, Вологде и Иваново облачно и до плюс 8. Посмотрим, что будет происходить в нашем регионе. На севере области, в Рыбинске, сохранится хмурая и дождливая погода. Температура воздуха – 7-9 градусов. Перед Славле-Залеском до 8 тепла, небо вновь затянуто тучами. Не порадует погода и жителей Тутаева. Ожидаются кратковременные дожди до плюс 9. В Угличе пасмурно, до 8 тепла и весь день моросит дождь. Над Ростовом, который день, серое небо. Столбик термометра покажет 7-9 градусов выше нуля. Теперь о Ярославле. В центре области по-прежнему прохладно и сыро. Температура воздуха днем – 8-10 тепла, ночью – до 7. Атмосферное давление ниже нормы. Спонсор прогноза погоды – ресторан «Ковчег». Ресторан армянской кухни «Ковчег». Уютное место в центре города, где вас ждет европейский зал и русский бильярд. Проводим банкеты и корпоративы. Бизнес-ланч с 12 до 16 часов. Прием заказов по телефону 64 с 12.12. Улица Свободы, 17 Г. Мы всегда рады вам в нашем ресторане. Встречайтесь 14 сентября в Ярославле. Золотой цирк Юрия Никурина с новой юбилейной программой. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин